Здравствуйте, друзья! У нас видео не посвящено эмиграции, но посвящено беде человека. Милана находится в России. Это город Биробиджан, это еврейский автономный округ, это Дальний Восток России. У нее ребенок инвалид, и ей нужна помощь. То есть мы со своей стороны, как компания «Второй паспорт», конечно, тоже выделим деньги. Но когда людей много помогают, всегда эти деньги нужны. И я обращаюсь к нашим зрителям канала «Русская Америка». Специально записываем видео, потому что много обмана в интернете. Переведите деньги на ребенка, который болеет, а ребенка нет на самом деле. Сейчас вы видите ребенка, это важно на самом деле, что Милана показывает и не боится говорить, что происходит. У меня долгое вступление. Милана, расскажи в двух словах, какая нужна помощь, сколько нужно денег. Ну, вообще нам нужна финансовая помощь, потому что дело в том, что российские клиники нам отказались с нашим диагнозом. То есть диагноз ДЦП непосредственно нам поставили сравнительно недавно. И то после того, когда мы уже были на первой реабилитации в Словакии, вот после нахождения в Словакии мы лежали в Хабаровск, мы ложимся к нашему неврологу. Он подтвердил, у меня есть выписка, что диагноз все-таки ДЦП. До этого нам ставили перинатальная стойка от поражения головного мозга. Все случилось так, что на раннем сроке, на сроке 25 с половиной недели, я была беременна двойней. 1 января 17-го года у меня прокисалили, на свет появились два брата. Это вот Елисей, он родился первым, ну и его брат Тимофей. Но, к сожалению, через три дня Тимофея мы потеряли. Он пережил, точнее, он не смог пережить кровоизлияние в мозг в третьей степени. И Тимофей не стал, но Елисей выкарабкался. Он ему тоже пережил и кровоизлияние в мозг в третьей степени. Ребенок пережил менинги, дликнивмани. У нас была бронхолегочная дисплазия в четвертой степени. То есть мы находились, первые 11 месяцев жизни Елисея, мы находились в больнице. Полгода мы провели в перинатальном центре. Потом нас перевели, конечно, хотели переводить в Биробиджан, сюда. Но ребенок на тот момент пережил вторую пневмонию. И как бы он не умел дышать самостоятельно. Но его могли бы просто не привезти. То есть я там другими способами, всякие разумные, в помощь в Куркинске в другом городе. То есть добилась того, что его перевезли в ту единственную больницу, которая могла бы нас принять. Когда приехали, врачи сразу сказали, что ребенок, так как постоянно делается, интубация в легкие, то есть постоянно оставляет вот эти шрамы, кислород, который насыщает его легкие, он мешает развиваться, мешает легким расти. И так случилось, что 13 августа нам поставили трахеостомовую трубочку Елисея в горле. То есть при выписке домой через 11 месяцев, 1 декабря, мы ехали домой. Елисей ехал в реанимационную машину, я ехала следом за ним. На своей машине, как бы там, они просто быстро, да, минули все пробки, доехали в Биробиджан, и уже только минут через 40 спустя я. Я когда увидела, что ребенка привезли, положили в реанимацию нашей местной больницы, у меня, конечно, волосы бегом стали, я начать сказать не могу, потому что его запеленали, как будто он только родился, да, и я сразу написала отказ. Но уже через месяц, как ребенок у нас находился дома, на свой день рождения, он у нас задышал без кислородного концентратора. То есть мы приехали домой, у нас помимо, да, электроотсорса, который, ну вот, чистит, да, как бы там, трубочку его, через которую он дышит, у нас был кислородный концентратор, мы дышали только с помощью него. Вот, через месяц мы задышали самостоятельно, но вот этот год жизни, который, да, за счет того, что мы учились дышать, он был потерян для ребенка, у которого, как бы, да, ДЦП. То есть сейчас время еще немного есть, потому что до трех лет можно что-то там как-либо изменить, ну, то есть вообще изменить можно, но пока нет вот этих контрактур, да, то есть еще есть возможность. И когда у нас стал вопрос о том, что нам ехать на реабилитацию, наш врач-невролог, вот, скорее, Николай Сергеевич, дал направление на реабилитацию в российские центры, нам отказали. То есть я вплоть до, по-моему, очень по правам ребенка обращалась к нашим местным, скажем так, властям, да, просила помощи, чтобы, ну, вы окажите какое-то содействие, нас не берут, то есть нас не берут за счет того, что у ребенка трубка в ковре, они боятся, как я понимаю. Было написано мною два обращения в российскую клиническую больницу, в реабилитационный центр детства, где нам пришли отказы, нас не берут. Со стороны полным очень по правам ребенка они написали в наше министерство здравоохранения. У меня, ой, я учусь, как это было сейчас, кто у нас там, да, главный министр по здравоохранению. Они, в свою очередь, написали, в Санкт-Петербург направили наши документы, но и там нам отказали. Пришли отказы, что вы обращаетесь снова, опять же, в детство, да, и как бы, ну, то есть нас не берут. Я разговаривала с российской клинической больницей, с зам главного врача, она же невролог высшей категории, да, ну, то есть почему вы нас не берете на реабилитацию? Изначально нам пришел ответ такой, что вы, как бы, мы вас возьмем на декануляцию снимать трубку, но когда при разговоре со мной она узнала о том, что ребенок не принимает вертикальное положение, то есть он не сидит. На тот момент, когда мы поехали в Словакию, он еще даже не умел, ну, не держать голову, вот. То есть она когда узнала, она говорит, нет, вам категорически противопоказано снимать трубку, и даже в этом нам отказали. А как вы вышли на Словакию? На Словакию я вышла, я когда стала понимать, да, что российские клиники нам отказали, я не то чтобы стала искать именно какие-то зарубежные клиники, просто я стала искать центр, который мог бы нам помочь хотя бы платно. И в интернете вышла именно на центр Адели. У нас есть в России центр Адели, но это даже, ну, знаете, как вот, как назвать, когда диски выпускают, да, пиратские, вот в этот вот центр вот тоже, можно сказать, пиратские, ну, как бы, на мой взгляд, они взяли его тоже название, они используют, как бы, тот же костюм, но не знаю, как они, чем занимаются, и это не тот центр Адели, потому что в Адели, в Словакии, в том, куда мы ездили, у них нет филиала, вот, я знаю, что туда приезжали. Адели – это фамилия врача, да? Адели? Да. Ну, Адели, вы чего назвали Адели? Адели – это центр Адели, он так называется, слова такие, тот, где вот, куда мы были. Что такое Адели, объясните мне, само Адели, просто название? Фамилия центра, да, и у них есть еще программа своя, они, скажем так, первооткрыватели, ну, вообще, да, то есть у них методика своя, они используют методику Бобота, Бобота, Войта, ну, то есть, да, которые… Я просто спросил, обычно центры в честь врачей каких-то называются, поэтому я думал, фамилия… А, врач, не знаю, что… Ну, фамилия основателя, может быть. Ну, окей, и это было платное лечение, да, то есть вы платили за это лечение? Платное лечение, да, я на них наткнулась, ну, то есть я когда стала искать этот центр, ну, вообще, центр, да, который могу помочь, столкнулась с тем, что очень хорошие центры, вот, ну, как бы, отзывы об этом центре. Да, он находился в Словакии, и я проштудировала, наверное, весь интернет, прежде чем принять решение, почему я хочу именно туда. Знаете, когда стал вопрос о том, где лечить своего ребенка за рубежом, да, за те же самые деньги или в России, соответственно, я как мать, да, желающая своему сыну, соответственно, добра, как бы, я выбрала Адели. Тем более, что в разговоре там с глав… их главврачом, они говорят, что они берут детей. В России, к сожалению, да, они практикуют… Сколько времени вы пробыли в Словакии? Мы пробыли там три недели, мы приехали оттуда с результатами. У нас, у Елисея, я веду страничку Елисей Круглова в Инстаграм. Ну, в принципе, есть еще другие паблики, как бы, там, там, ВКонтакте, да, Одноклассники, ну и прочее. Но основная страничка в Инстаграм. Там есть, как бы, все видео, там, в сторис, есть результаты. То есть ему стало лучше? Он научился удерживать голову. Вот, вы сейчас видите, он как бы сидит, ее удерживает, да, он где-то там играется, то есть вот так. Он научился переворачиваться, чего раньше вообще от него, как бы, ну, не было. Когда мы приехали в Словакию? Мы приехали в апреле, ну, как бы, у нас было до конца марта, у нас была реабилитация, мы приехали вот в конце марта, и вот, и я сразу там, находясь, забронировала повторную реабилитацию, потому что, на самом деле, если бы я сейчас это сделала, уже, ну, возможно, места и не было. Вы начали первоначально средства, вы также собирали через людей, через соцсети? Изначально, да, я собирала также через Инстаграм, как бы, ну, через соцсети и прочее. Ну, нам государство помогло, конечно, они нам выделили 30 тысяч. Сколько вам нужно сейчас денег на повторное решение? В общем, от сбора 570, там, практически, ну, почти 577 тысяч. Мы собрали на сегодняшний день уже 110 тысяч, нам осталось 467 тысяч. В Инстаграм, в шапке профиля я ежедневно обновляю, да, как бы, когда происходят какие-то зачисления, а вот я обманула, 446 тысяч осталось собрать. Смотрите, что я от себя могу помочь, чем, значит, ну, во-первых, я же сказал, что мы вам от компании нашей выделим деньги, ну, конечно, не можем покрыть всю сумму, да, но в любом случае будем помогать вам. И я хочу вам посоветовать несколько ресурсов, в том числе американских, но там много русскоязычных сидит, где можно собрать деньги. Я вам скину несколько ссылок, да, вы там зарегистрируйтесь, и это поможет. В любом случае, я так понимаю, потом еще нужно будет лечение, опять надо собирать, это, к сожалению, придется делать несколько раз. Поэтому вы тогда дайте, пожалуйста, все реквизиты ваши, которые, ну, можно куда перевести деньги, ну, не озвучивайте, а просто мне скиньте. Я их под видео внизу расположу, в описании видео. И обращаясь ко всем моим зрителям канала «Русская Америка», канала «Второй Паспорт» на Ютубе, также в социальных сетях я расположу это видео, вы видите, что действительно Милане нужна помощь, ребенку становится лучше, про лечение, ну, лечение за рубежом, никто не будет спорить, что-таки в Европе медицина лучше, чем в России. И попросим помощи вашей. Я вам скину ссылку в Инстаграм, ну, то есть, где ведется, то есть, за этой страничке, где предоставлены, где есть, ну, все документы, да, то есть, ну, подтверждающие, где есть счета на оплату. Милана, вы не пробовали, вы не пробовали, хорошо, это хорошо, что вы сбросите, все, мы это расположим, потому что у людей, у некоторых, может быть, какое-то недоверие, но сейчас уже, наверное, недоверие должно уйти, вы видите, ребенка, действительно. Вы не пытались обращаться к богатым людям, ну, которые, как бы, для которых, там, эти 400 тысяч рублей, это прям, ну, копейки, да, как бы? Ну, дело в том, что для меня вообще просить это очень сложно, ну, честно говоря, для меня сбор это, как очередной кругландом, на самом деле, аналогически, просто сталкиваешься с негативом. Что касается помощи, ну, обращения к каким-то богатым людям, если это какие-то соцсети, я писала неоднократно разным блогерам и прочее, я писала, как бы, ну, в основном, это все остается без ответа. Вот видите, даже на вас вышло, как бы, ну, большое вам спасибо, вы откликнулись, да, на нашу просьбу, как бы, ну, вот. Богатых людей, как таковых, ну, допустим, в нашем городе, если к ним обращать, а нас многие знают, но, вы же понимаете, ну, как бы, многие предпочитают сделать вид, что отвернуться, да, пройти мимо, как-то. Да, это, к сожалению, к сожалению, это проблема российского общества, что, особенно богатых людей, что они не, у них нет культуры меценатства, да, и эти олигархи, они покупают себе яхты, самолеты, а не могут помочь больным детям. Знаете, в наш сбор я обращалась, может быть, вы же ли идти на русском канал у нас, ну, такой есть. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!